Приветствую вас, Мария. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Мне очень тяжело после расставания с парнем, то есть вы. Ну, надо сказать, что если человек вам дорог был, то часто после расставания это нормально. Грусть после расставания нормально тоже. Но я не думаю, что если бы вы, грубо говоря, не грустили, если бы, то это бы означало, что ваши отношения сколько-нибудь были значены. Вот. А так, я думаю, что это нормально, что вы грустите. И, наверное, нужно, ну, позволить себе грустить. Вот как, ну, как вот мне кажется, да, что нужно позволить себе испытывать грусть. Очень желательно позволять себе грустить, если вам этого хочется. Ну, вот. Как мне кажется, опять же. То есть, ну, это вот чисто то, что я думаю сейчас. И поэтому, если вам тяжело, то это нормально. Другой вопрос в том, из-за чего вам тяжело. То есть другой вопрос заключается в том, что в этом тяжело. Тяжело для вас. Другой вопрос заключается в том, что представляет из себя тялость. Что она из себя представляет. Как вы её воспринимаете. Вот. Потому что, понятно, что расставание – это не лучший момент в жизни, не самый счастливый. Это понятно. Но, что конкретно является для вас тяжёлым? Что болит? Это нужно раскрыть. Что вы потеряли, как вас приняли, да? Да. Дальше. Мне кажется, что мне и самой нравится себя мучить. И страдать. Ну, здесь, опять же, вполне вероятная история наказания. То есть, то, что вы пытаетесь себя наказывать, вот, ну, сейчас за, вот, как раз, то, что, ну, это же случилось, да? За то, что произошло между вами. Вот. Вы пытаетесь от себя наказывать за это. Но, вот, значит, вы считаете себя за что-то виноватым. Вероятно. Ну, возникает вопрос. Когда человек чувствует себя виноватым? Вот, ну, именно. Как, именно, когда? Человек чувствует, что вот он виноват, что-то, что произошло раздавать с, ну, вот, с партнёром? Ну, вот. Когда это происходит? Когда это происходит? Когда, эм, происходит потеря. То есть, вот, именно потеря. Именно потеря. Сама по себе потеря. Как такова потеря. И вызывает чувство вины. То есть, я не должна была терять, эм, молодого человека. Я не должна была, там, не знаю, терять отношения. Я не должна была, там, не знаю, выходить из отношений, да. И так далее. То есть, все это больше про вот то, что вам нужно. Про то, что вам нужно. В чём вынуждает, вот, эм, ну, в отношения. В непосредственно. И это нужно тоже, на мой взгляд, исследовать это, нужно, на мой взгляд, эм, тоже рассматривать, да. Эм, вот, как, эм, ну, как, ну, как, как, эм, получается, что вы, эм, вот, ну, таким образом, эм, к себе относитесь. Как, 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 получается, что вы так воспринимаете, эм, эм, там, ну, отношения, да, допустим. Как, получается, что вам это воспринимается, вот, эм, ну, в таком ключе. Вот. А, у, у этого, на мой взгляд, эм, есть свои причины, у этого, на мой взгляд, эм, есть свои основания, эм, и, ну, наверное, наше, эм, задача с вами эту, эту историю, эту историю разобрать, вот, наверное, наверное, наша задача с вами, эту историю, эм, ну, как-то вот рассмотреть, чтобы это было понятно вам, вот. Чтобы это было, чтобы вы для себя это как-то вот поняли, увидели, да. Дальше. Я постоянно пытаюсь анализировать наши отношения, пытаюсь найти и негативные стороны. Ну, пытаетесь анализировать ваши отношения, а вы пытаетесь анализировать ваши отношения, опять же, зачем, да. Ну, для чего вы пытаетесь анализировать ваши отношения, с какой целью вы пытаетесь это сделать. Да, вот это, наверное, ну, важно, вот. То есть, это очень похоже на, что, на попытку, попытку, на попытку национализировать. То есть, это очень похоже на, вот, то, что вы, ну, пытаетесь, эм, рационализировать это, вот. Ну, на мой взгляд, это, весьма, весьма, ну, бесполезно. Ну, вот это же, там, потому что важно не объяснить что-то, а важно, скорее, прошить и увеличить опыт. Понимаете? Вот. Это, куда более, важный момент, чем то, что вы, вот, пытаетесь сделать. Так что, нет ничего удивительного, что, эм, в какой-то степени вы застреваетесь. Здесь. Вот. Ну, и, соответственно, дальше вы, эм, пишите о том, что вы, вот, понимаете, что делать самооценки. Вот. Ну, значит, как, как вы себя обещаете в таком случае, строить себе жертву? Чем жертва? Вот. Ну, соответственно, нужно работать над этим. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.